привет всем с вами гид павел перец когда я привожу свою группу вот на эту точку а у меня тут есть несколько маршрутов они посвящены проходным дворам и павлу первому и третьему отделению департаменту полиции охранным отделением всему остальному то я всегда говорю что сейчас дорогие друзья я буду делать из вас ну не дипломированных конечно но и искусствоведов дело в том что вы возможно очень часто встречаете встречали и будете встречать такие словосочетания как портик коринфского ордера портик ионического ордера портик дорического ордера ну и вообще вот эта вот ордерная система дело в том что это основа основ альфа и омега архитектуры искусствоведения и все такое прочее я вот когда школьные годы студенческие годы читал книжки по краеведению петербурга абсолютно не втыкал что это такое что имеет ввиду автор пока наконец меня не допетрило посмотреть и выучить данные термины они на самом деле простые как вытянутый палец и сегодня собственно для тех кого не коробит слова допетрить и все остальное потому что те могут сразу сгинуть отсюда я расскажу как очень просто в этом разбираться и здесь на фонтанке есть три дома 18 20 22 который всю эту ордерную систему и показывают нам вот этот дом который находится у меня за спиной архитектор винтер гальтер на самом деле всех трех домов именно этот дом восстановлен после войны архитектором всеволожским изначально он был на такой не ампирный явно да я имею ввиду архитектурный стиль как выглядел этот дом раньше становится понятным вот по этой фотографии на которой изображены похороны министра внутренних дел вячеслава константиновича плеви у меня кстати есть об этом отдельный выпуск я приложу ссылку в описании под этим видео так вот обратите внимание что фасад совершенно иной траурный процесс идет мимо этого дома на заднем плане виден дом которому мы перейдем позже во время войны дом был очень сильно поврежден и практически разрушили и вот уже после войны но тогда как вы знаете торжествовал сталинский ампир и подобная история она была весьма в кассу так вот здесь мы видим портик дорического ордера дорический ордер что это такое это когда вы видите колонны вообще вся ордерная система познается по колоннам вот эти колонны они без всего они простые происходит он от местности греческой который называется дорика соответственно когда колонна простая это дорический ордер и вот он собственно перед нами во всей красе теперь мы передвигаемся следующему зданию когда на мрачную неву звезда полуночи сверкает и беззаботную главу спокойный сон отягощает глядит задумчивый певец на грозно спящий средь тумана пустынный памятник тирана забвению брошенный дворец поблагодарим тех кто предоставил нам iphone 7 серии чтобы мы могли ознакомиться с этим стихотворением почему я здесь процитировал будет сказано позже вот это вот здание которое находится у меня за спиной я вот так вот передвинусь да как-то я неправильно стало так правильнее вот оно это уже архитектор федор демирцов тот самый про которого я рассказывал на площади восстания построивший церковь знамение ныне станции метро павильон станции метро площадь восстания и собственно поэтому площадь восстания была названа свое время знаменской так вот здесь мы уже видим колонны с такими завитками сверху эти завитки называются валюты то есть валюты это не только то что вы в обменник несете или оттуда вытаскиваете валюты это вот эти вот уши колонны колонии уши можно так сказать чебурашки ионический ордер получил свое название как вы думаете там по местности который называется ионика опять-таки в той же самой древней греции здесь свое время в квартире братьев тургеневых заседал клуб арзамас нам школе рассказывали что это был литературный клуб это правда но на самом деле это была такая череда и серия на дружеских пирушек если не сказать пьянок ну чего любили люди воздавать дань бахусу именно вот глядя из окон квартиры тургеневых александр сергеевич пушкин собственно рассматривая уже глубоко после убийства павла первого инженерный тогда еще михайловский замок он тогда еще не стал инженерным написал строки которые я вам процитировал в самом начале и так у нас с вами дорический ионический остается коринфский ордер его мы можем видеть на фасаде следующего здания куда мы сейчас и переходим наконец последний тип ордера коринфский который предстает перед нами вот здесь на примере этого дома который был построен по проекту архитектора альберта катариновича ковоса его вы можете знать по зданию мариинского театра он же перестраивал здание большого театра того самого который располагается на 100 рублевой купюре коринф это тоже была такая область в греции если вы видите колонны где сверху у нас есть листья иногда с вкраплениями этих уже маленьких валют листья они вообще по идее акантовые у нас их часто трактуют как дубовые в общем то не важно какие они если вы уж совсем докучливый искусствовед можете погуглить посмотреть хотя я уверен тут многие знающие люди подскажут это правильно на самом деле но вам главное запомнить что если вы видите вот эти самые листья то это коринфский ордер и так у нас получается дорический ионический коринфский ордер на самом деле есть еще разные типы ордеров композитные так называемый неаполитанский и так далее но на данном этапе я думаю вам вполне достаточно информации потому что теперь когда вы будете встречать словосочетание портик ионического или дорического или коринфского ордера вы будете понимать что такое и что вообще такой портик портико это греческое слово это в принципе раньше была отдельно стоящая постройка с колоннами там философы риттеры ораторы собирались со своими поклонниками учениками или беседы дискутировали портик защищал их от дождя от ветра мне кажется защищал гораздо меньше но по крайней мере вот то что я наблюдал в парфеноне дня в афинах конечно оставил у меня ряд вопросов но суть не в этом то есть портик это отдельно стоящее здание у нас эти такое есть на низком проспекте построен проекту лучше русской рядом с гостиным двором там реально отдельно стоящий портик этот счастлив портик передвигался туда-обратно особенно когда старые строили метро его двигали сейчас он стоит не на том месте где он стоял изначально но еще чтобы добить вас контрольный в голову колонны они бывают разные то есть они бывают например трехчетвертные можете встретить такое сочетание когда не выпирают из стены на три четверти они могут быть пилястрами то есть это когда колонны такие вплюснутые в стену они могут быть каннелированными книги раванными успех правильно каннелюры клинелюра это такие вот желобки да то есть мне самому пора в школу да и читать желобки на колоннах они называются каннелюры соответственно колонны каннелю раваны или каннелированные каннелингу сны или они лингу сны и но это вы сами же посмотрите и мне тут напишите в комментариях еще буквально пару слов по ну собственно само здание даже не про это здание а про флигель которые кем-то отчитывается от фонтанки кем-то отчитывается от улицы пестили бывшей пантелеймоновской или пантелеймоновской по разному тоже произносится имя этого святого дело в том что там в 18 году жила анна андреевна ахматова вместе со своей подругой ольга фанасьевна глебовой судейкиной глебова судейкина была первым браком в первом браке она была замужем за сергеем судейкиным логично а сергей судейкин был сыном того самого ну сначала счастливого потом несчастного жандармского офицера которого на стороне скам замочили ломами канашевич и стародворский и в общем то в принципе это могла бы быть тоже тема нашего рассказа потому что другое здание вот это вот абсолютно неприметно это и есть то самое здание третьего отделения департамента полиции охранного отделения и так далее хотя охрана отделения кочевала по городу и я сделал об этом отдельный выпуск но одно время она располагалась на мойке 12 да да в том самом доме где наше солнце русской поэзии жила и отдала собственно не богу душу не такой известный факт вот даже таркова вильям своих воспоминаниях пишет как ее арестовали привезли туда потом кормили достаточно неплохим обедом но поскольку вот с этим зданием связано огромное количество истории это в принципе некая моя даже специализация настоящий момент вот это весь на революционный терроризм воспоминаниях николая морозова очень красочно описано как они во время подготовки покушения на дрен тельна это был такой шеф жандармов леон мирский на него покушался здесь тоже неподалеку возле летнего дворца скакал стрелял это отдельная песня это прямо целый вестерн они собственно здесь гуляли и наблюдали за этим домом единственную деталь которую я все-таки не могу не подчеркнуть хотя она выходит за рамки нашего сегодняшнего сюжета но вот она крайне показательная дело в том что у народной воли была так называемая небесная канцелярия это был такой чемодан с печатями паспортами как настоящими так и поддельными с образцами разных подписей и так далее я напоминаю что тогда фотографии не было в паспортах их было гораздо легче полить так вот эту небесную канцелярию николай морозов хранил на квартире зотова зотов был редактором одной из либеральных газет к сожалению забыл как называется не столь важно она располагалась в доме краевского как раз таки и когда первый раз туда пришел морозов с этим чемоданом зотов умилился сказал божечки кто бы знал что здесь где бывали он даже почему-то пушкина назвал я не знаю было там или нет пушкин некрасов достоевский вот я буду хранить значит подпольный архив революционной партии не просто революционной а террористической партии то есть такое было сочувствие у либеральной интеллигенции ко всем этим ребятам и во время наблюдений за выездами шефа жандарма в дрентельный который я кстати раньше неправильно называла фамилию дрентель а он оказывается дрентельный хотя может быть и дрентельный опять таки может кто-то из вас меня поправит потому что разные встречаются знаете фамилии я имею ввиду ударение вот даже сырная лавка кабузевых кабузевых или кабузевых хрен его знает откуда подкопивался под маловым садовым вот но тем не менее вот такая тоже интересная показательная деталь это вам такой бонус трек ну а мы соответственно я вам напоминаю напоминаю да дорический ионический коринский и вот приезжая в город петербург выходя на набережную реки фонтанки вы можете посмотреть на дом номер 18 20 22 и всю эту систему воочию увидеть а потом перевести свой взгляд буквально напротив где находится инженерный он же михайловский замок и найти там примеры как раз таки и дорического и ионического ордера и собственно почувствовать что ага теперь то вы что-то дознаете в этой жизни не благодарите благодарите меня лучше в других местах например на моих экскурсиях куда вы можете прийти они проходят и в городе петербурге и в москве и даже в некоторых иностранных городах хотя с ситуацией которая происходит в мире все очень нестабильно тем не менее следите за анонсами несколько объявлений самое главное у меня выходит путеводитель по проспекту неожиданное у него название невский с перцем называется вот адмиралтейства до площади восстания каждый дом с версткой можно познакомиться у меня на сайте там же сделать предзаказ потому что издание лимитированное всего 500 экземпляров потом в дальнейшем возможно будет допечатка но когда я пока не могу сказать потому что сейчас мне на это все дает помощь вот этот человек мастер смазки с ним можно познакомиться внизу по ссылке я ее там оставлю ну и там же соответственно будет главная ссылка на сайт где можно заказать книгу стоимость ее точно так же как стоимость одной моей экскурсии тысяча рублей плюс доставка по россии плюс если вам очень хочется можете за 200 рублей до заказать автограф это меня надоумил один человек потому что на самом деле это большой геморрой подписать и послать все по адресу хотя казалось бы я с этим столкнулся когда я издавал свою предыдущую книгу про пиар во время русско-японской войны вторая часть моральзонского балета заключается в том что мы начинаем потихоньку экскурсии будет вот уже в среду 3 числа в опрашке апраксин двор апокалипсис сегодня и воскресенье будет в 18 или в 17 я еще даже не решил во сколько ну посмотрите в анонсе по проходным дворам и там мимо места съемки брата 2 дома где жил броски и так далее количество мест строго ограничено это не рекламный ход это действительно так в свете определенных обстоятельств вам всем нужно иметь наушники я выдам специальное устройство через которое вы будете меня слышать вы сможете выдерживать социальную дистанцию и так далее третий момент заключается в том что я уже в принципе подсобрал некую базу из своих знакомых но тем не менее если вы живете в центре петербурга если у вас какая-то интересная квартира или абсолютно убитая коммуналка или двор или выход на какую-то смотровую площадку или может быть у вас есть лофт студия и прочее вы там какой-нибудь художник артист больших и малых театров то ну и вы готовы там показать свое обиталище то скажите мне в зависимости того где вы находитесь я посмотрю могу ли так выстроить маршрут чтобы к вам заглянуть это будет очень круто я вот воспользуюсь вашим приглашением приглашением и это освещу и в самом конце ну уж этого так как бы добронавалом но тем не менее на всяких случаях чтобы мне лишний раз не заморачиваться если есть люди которые готовы сделать мне очередную мою летнюю стрижку я всегда перед тем как стричься на лосы делаю себе что-нибудь обычный ракез покрасить его в данном случае хочу в белый цвет я буду белый как снежинка это тоже соответственно напишите все ссылки все координаты есть вот там в описании под этим роликом не стесняйтесь в социальной сети соответственно на электронный адрес есть обратная связь у меня на сайте и все такое прочее ну и наконец друзья мои если у вас финансовые сложности но вы очень хотите посетить мою экскурсию вы можете сделать это бесплатно единственное что вы должны предупредить меня об этом заранее и понимать что собственно количество таких мест она ограничено с другой стороны если у вас денег более чем достаточно то вы можете нанять меня как гида в частном порядке я вот уже провел три экскурсии в сестра резки люди приезжают я их отвожу по лесу по пляжу по разным другим местам показываю доты курорты водопады местные и так далее можно это сделать и в петербурге поэтому обращайтесь так сказать договоримся оставляйте комментарии задавайте вопросы с вами был гид павел перец увидимся пока